Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители дальнего видео. Значит, смотрите, хотел бы снять еще одно видео по поводу, как скажем, глубокой подстилки, ухода за ней, так сказать. Значит, раз в месяц необходимо добавлять препарат. Соответственно, посадите на ведерко. Препарат разводится в воде 20-25 градусов, ну теплая водичка. Препарат на основе, ну бактерия выращена на основе кукурузной крупы, соответственно, он себя представляет просто как будто кукурузная крупа, она там внизу не растворилась. Это не страшно, мы ее разбросаем сейчас по поверхности. Значит, на одно животное в месяц нужно добавлять 5 грамм биологического препарата, биологически активного. Значит, при этом за время эксплуатации подстилки в течение месяца происходит ее естественное усаживание. Ну, грубо говоря, она там каким-то образом перепревает, усаживается, ее становится, грубо говоря, меньше в этом самом, в стоиле. Соответственно, приходится ее добавлять. На подстилку мы используем опилки, фракция от 1 до 3 мм, но в принципе не очень мелкие, но это даже мелковатые, можно было бы покрупнее. Но не стружка, а именно опилки. Вот сейчас мы будем вносить, ну как техническое обслуживание, произвести наши подстилки. Процесс несложный, сейчас мы это все высыпем просто на пол, польем сверху препаратом, ну, по всей поверхности максимально его постараемся разбрызывать равномерно. Лучше всего, конечно, использовать лейку, но так как лейка у меня, ее нет, мы ее разбрызгаем так, тоже дело не хитрое. И перекопаем все это вместе, соответственно, добавим, как бы, новых бактерий в нашу подстилку. Пауза. Видно, да? Да. Значит, смотрите, подстилка, она у нас, ну как, по консистенции, она, ну как, скажем, влажная, ну 50% влажность должна быть. Ну, по консистенции, вот я сейчас возьму в руки, сейчас мне опять будут оплевать в комментариях, что я говно в руки беру. Я, кстати, руки мою. Если кто не знает, не обязательно, ну, руки можно помыть. Ну, ладно. Просто мне иногда бесят комментарии там, идиотские. Нельзя ничего вырастить, не вымазавшись в дерьме, грубо говоря. Так что не надо стесняться этого. Короче, уровень просел немного. Мы сейчас добавим свежих опилок и на них прямо внесем нашу, разведенные уже наши бактерии. Сделать это просто, свинки, правда, будут, ну не кусайся, немножко сейчас разнервничаются. Мне буквально два мешка нужно спросить. О-о-о, успокойтесь, девочки. Сейчас я ровным слоем это разбросаю. По большому счету, по большому счету, особо там не запариваться, не надо, свиньи сами все это разгорнул. Ну, мы сделаем как можно лучше с автопазуши в втором счете. Есть? Угу. Значит, ну а пилки, еще один момент. У нас сейчас зима, дожди, снега, поэтому опилки были не супер там какие-то сухие. Но это не смертельно. Влажность, допустим, ну как, подстилка, она за месяц, ну не скажем, что она там превратилась в грязь. Ну, влажность у нее есть там своя. Ей, я думаю, не повредит. Тем более, в такое время, ну, смотрите, как весело разрывать ее, помогая нам расстелить ее. Ровно. Значит, сейчас мы слой сделаем равномерно. И потом рассыпем, разольем по нему нашу бактерию. Опять же, значит, смотрите, какой момент. Бактерию пить нельзя, в принципе. Иначе можно, наверное, получить расстройство желудка жесткое. Но если она попадает там, вот мы сейчас ее внесем здесь, и они там будут рыться в этой подстилке, и где-то им там чего-то попадет, то они смертельно. Ну, никак не повлияет. Не будет у них ни поноса, никаких проблем ни с животным, ни с кишечным, ничего. Соответственно, она безопасна для них, для свинок. Ну, нельзя, но, естественно, это не повод для того, чтобы брать и стаканами ее пить. Тогда это будет, наверное, не очень хорошо. Так, ставь палочек. Разберем. Ничего. Блейки у меня, к сожалению, нет. Вообще, левочкой было бы вообще идеально. Но мы и сделаем анагем. Я уже чувствую. Я уже чувствую волну комментариев веселых. Соответственно, пишите комменты, опишите мой супер пруд. Назовите его словами, которые вы любите. Еще один момент. Внизу там остается, ну, останется вот такой осадок. Его тоже желательно равномерно развести по плоскости. Ну, по всей площади. Еще один момент. Лейка чем хорошо, ну, плохо лейка, а забивается вот этой крупой долбаной. Ну, я говорю, это все мелочь. Мы так разлили, сильно не запариваемся. Все будет нормально. Теперь легким движением вилл перекапываем это все. В принципе, нет желания перекапывать. Мне кажется, можно было бы оставить свинки, мы сами перекапали. Ну, мне не сложно. Тем более, вам же по-любому интересно по-подольше понаблюдать за тем, как кто-то работает. А, еще одно, хочу сказать, работа не сложная, скажем так. Не грязная, не пыльная, с животными. Ну, это вообще как практически курорт. Вот свинки у меня, этим свинкам уже скоро будет 4 месяца отрыв. Ну, то есть 3 месяца они сидят у меня. Подожди, 3 месяца или 2? 3, да? Вот это 3 месяца идет, что они у нас. Вот они уже 3 месяца у меня сидят. Из них я 2 месяца держу их на подстилке. Один момент, недостаток в том, что этот сажок, вольер, как сказать, как назвать его. Сарай этот предназначен, в принципе, для одной свиньи. Но я никак не соберусь сделать еще один, чтобы разделить их. Соответственно, тут есть маленький, ну немножко, ну не то, что перегруз. Допустим, в соседней клетке сидит одна свинка. Мне пришлось добавлять воду даже. Ну, то есть смачивать подстилку, доводить ее влажность, увеличивать влажность. У этих проблем с этим нет. Вот, подстилка по своей влажности полностью соответствует. Даже в местах, ну, свинки оправляются в одном месте. И мне приходится с этого места перекидывать просто, ну, подстилку в другую сторону. Ну, она там более влажная. Скажем, но это не критично. Потому как недавно я обленился и не заходил туда 2 или 3 дня. После этого пришел, ну, они постоянно перерывают, копаются в ней, им весело, интересно. Вот, кстати, один из подписчиков посоветовал мне подцепить скат, чтобы свинки могли заняться, играться. Я уже там присмотрел скат, присмотрел кусок цепи. Все никак руки не дойдут, хочу сделать. Ну, по-любому, как бы, если животное, у него есть какие-то там, ну, играть может. Это полезно, я считаю, правильно? Ну, как бы, нормальная такая парада, скажем так. Совет такой нормальный. Плюс, когда они в двое мсида, да, у них есть такое. Полюбляют там друг дружку за ухи потягать там. Балуются, играются. А так, будешь с чем играться, будут на своем скате кататься. Поэтому в ближайшее время я это сделаю. Ну, и кто только что получил порыву. По пыску. А, по поводу комментариев о том, как у меня грязно в вольере, вы, возможно, камера не передает полностью, ну, цвета правильно. Подстилка, по-любому, она не белая, понимаете? Если вам видео показывают столько, что заложенной подстилкой, да, первые две недели она была беленькая. Ну, в процессе жизнедеятельности свиньи, как и любые живые существа, выделяют, ну, помет там. У них отходы жизнедеятельности, грубо говоря, это дерьмо с саки. Соответственно, ничего в этом чистого нет. Все это перемешивается, и цвет она приобрела такой темный. Но в то же время, поверьте, у меня в этом, в вольере тут у свиней настолько чисто, что я просто в шоке сам. У меня есть точно такое же стадо сидит в обычном, на бетонном полу. Там такой срач разводится. Я не успеваю, я раз, раз где-то, сейчас мы ее почухаем, она успокоится у нас. Я раз в день, а то и два раза в день полы мою, все это дело, говорю, мою, полы вычищаю, ну, навоз чищу, все это делаю. И я вас уверяю, там такой срач все равно стоит, просто кошмар. Когда три взрослых свинки идут по нужде, а потом это все начинают раскидывать по всему сараю, ну, вы должны понимать, что здесь у меня просто идеальная чистота для них. При этом обратите внимание, вот они даже их по ним видно, вот по шерсти, понимая, они ни в гамне, ни засранные. Ну, чистенькие свинки. Ее хоть бедило, но вообще, смотрите. А, да, комментарии, которые несут в себе всевозможные там, ну, не, скажем так, неконструктивную какую-то критику, я буду удалять и блокировать пользователей, так что не парьтесь там, не надо мне рассказывать всякие глупости. Это самое, что еще хотел сказать. Ну, бот уже, грубо говоря, два месяца пошло, третий месяц пошел на подстилке, полет нормальный. Ноги не кривые, обратите внимание, плохие ноги, отличные ноги, свиньи чистенькие, запаха нет, подстилка не превращается в болото. Все требует своего ухода и своего правильного, так скажем, использования. Потому как нельзя, допустим, стеклянным хером бить об каменный пол. Он по-любому сломается. Так и с подстилкой человек загоняет на два квадратных метра восемь свиней, они превращают ее в болото, и он пишет, да это все фигня, ребята, елки. Никто не говорит, при этом ничего не делает этой подстилки, не наблюдая за ней, не добавляя там этих бактерий. Есть правила пользования, все инструкция прилагается, все просто. Придерживаясь этих простых правил, мы получаем отличную среду для обитания поросят. Еще один момент. Подстилка, она хоть и теплый пол называется, но она не есть теплый пол. Давайте глянем сейчас температуру у меня в сарае. Вот сейчас здесь плюс восемь градусов. Ну, с учетом, что термометр может немножко обманывать. И это под потолком там сквозит. Я думаю, возле самих, там где свинки ходят, градусов, наверное, пятнадцать есть. Потому что, ну, я ногами чувствую тепло, исходящее от пола. Я к тому веду, что она, ну как, она не греет помещение, как батарея, как труба, впаянная в пол. Это не теплый пол. А ты убрал этот самый, как его, фокус? Да. Чей это? Зуб. Зуб. Она, ну как, выделяет какое-то тепло? И то, скажем так, это тепло, вот я замечал, свинки во время холодов, они закапывались. Чем сильнее был холод на улице, тем глубже они закапывались. И оказывались в такой ванне, ну, прям выкапывали себе до полуметра, выкапывали в подстилке, лёжки такие. И чувствовали себя в них отлично, не болели, не это самое, не мёрзли, набирали вес. Ну, короче, полностью нормально всё работало. Соответственно, вы должны понимать, что, ну, подстилочка, она не даст тепло, которое можно обогреть, будет ещё три сарая. Что ты охренел, что ли? За руку у меня только что так грызануло, чуть не пропусило. Зарюновало, наверное. Подстилочка, она в глубине светом, как написано в инструкции, на глубине от 10 сантиметров даёт там температуру 35 градусов. Да, на ощупь может даже и больше, чем 35, потому как я вот сейчас управляюсь в галошах обычно. И через галоши резиновые чувствую тепло как-то. В общем, что я хотел этим видео показать. Раз в месяц вам придётся, если вы надумаете заниматься этим, да я не скажу грязным делом, этим чистым делом. Раз в месяц вам придётся добавлять опилок, ну, это количество небольшое, в принципе, вот у меня тут два квадрата, грубо говоря, площади, я добавлю сюда два мешка, мне, я думаю, на месяц хватит, больше не надо будет добавлять за месяц. Плюс, каждый месяц надо будет до 5 грамм на голову животного, ну, то есть на свинку, вот из расчёта на свинку. На курей там есть там на 15 или на 12 голов, ну, короче, там в инструкции всё прописано. Так вот, придётся 5 грамм ещё добавлять нашего препарата. Соответственно, если этого не выполнять, этих требований, то подстилка может превратиться, да, в болото, она может там, грубо говоря, как микрофлора будет развиваться не наша, не наша бактерия, которая уничтожает навоз там, мочу, а начнёт развиваться, ну, сопутствующие там какие-то гнилостные бактерии, кислотные какие-то, я не знаю, я не микробиолог, но они как бы, ну, как мне объяснял, объясняли представители препарата, они уничтожат просто их количество, превысит количество наших бактерий, они их, ну, грубо говоря, победят, как муравьерик большой. Соответственно, надо поддерживать количество наших братанов в большем, ну, в большинстве. И этим всё будет работать, всё будет нормально. Раз в месяц провести вот такую несложную операцию, я больше разговаривал, чем делал. Вы видели вот на глазах, это заняло, сколько времени видео длилось, скажите. 15. 15 минут. Из них я уже минут 7 рассказываю, чухаю бока свинки. Соответственно, ну, процесс несложный. Ну, вот так, коротенькое видео об уходе за подстилкой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго. Всё. Продолжение следует...